МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хочу стать миллионером в эфире МБС. В ближайшие полчаса с вами буду я, Татьяна Бахова. Как вы уже знаете, это проект о вашем первом миллионе, о том, как его не потерять, а приумножить. В программе много интересного и познавательного. И вот о чем она сегодня. Продажи посредством телефонного звонка. В чем их преимущество и что важно знать? Основатель компании «Мастер звонка» Евгений Жигилий даст несколько дельных советов. Бизнес и в кризис имеет место. Топ-видов предпринимательства, на которых лучше зарабатывать в тяжелые времена. Традиционная рубрика «Бизнес-ликбез» сегодня раскроет значение слова «веремент». И в завершении программы о бизнесе на дизайне, архитектуре и стиле. Виолетта Дарсалия и Надежда Горя расскажут об истории основания и развитии издательского дома, а также о секрете партнерства. Один из самых популярных на сегодняшний день методов распространения товара или услуги – звонки. Именно со звонка потенциальному или уже имеющемуся клиенту и начинаются ваши продажи. Но менеджеры компании, осуществляющие эти самые звонки, зачастую понятия не имеют, как именно следует это делать. Не нужно недооценивать важность правильно совершенного звонка. Наш сюжет прольет свет на эту проблему. И поможет нам в этом российский эксперт, автор книги «Мастер звонка» Евгений Жигилий. Смотрим. Евгений Жигилий – предприниматель, основатель и ведущий тренер российской компании «Мастер звонка». Он несколько лет возглавлял отдел обучения крупнейшего авторитейлера России. Недавно Евгений побывал в Кишневе по приглашению школы бизнес-коммуникации и провел тренинг для участников проекта MBC Business Factory. В своей книге «Мастер звонка» Жигилий утверждает, существует неоспоримое преимущество телефонного звонка перед живым общением. Как раз в том, что вас не видят, и вы очень много можете сэкономить. Одно из основных. Ну, то есть вы можете максимально много сделать за короткое время. Там экономия времени. Минусы как раз есть в том, что при живом общении очень сложно убежать, уйти, потому что это напряжение общаться с новым живым человеком. По телефону этого как раз нет. И опять же, в жизни, когда общаешься живьем, то некоторые вопросы за счет личного вот этого контакта, именно вот чисто, ну как сказать, жесты, мимика, то, что ты видишь в глаза, чуть облегчает решение некоторых вопросов. Начинать любой телефонный звонок – исходящий звонок. Жигилий предлагает с вовлечением. То есть необходимо заинтересовать человека в том, что ты предлагаешь. Вовлекайте клиента через его выгоды, призывает эксперт. Методы – это чистые продажи. То есть сначала спрашивай, слушай, а потом только предлагай, ну как ключевой. Основная идея в том, что установи контакт с человеком, не требуй от него ничего. Узнай, что ему нужно. И потом только что-то предлагай. Телефонный звонок не может длиться долго. Это еще одно внегласное правило. Существует стандарт средней длительности звонка. Все зависит от того, исходящий это или входящий звонок. А в случае с исходящим – горячий, когда вы уже знакомы с клиентом, контакт установлен, и холодный, когда вы впервые связываетесь с клиентом. Восходящий холодный звонок вообще длится короче всех остальных. Это две максимумы, там, три минуты максимум. Иногда полторы. Горячий. Это холодный звонок. А горячий? Горячий звонок тоже может идти столько же, может дольше, но только потому, что при горячем звонке вы знаете человека, и, возможно, вы еще о чем-то с ним поболтаете, причем абсолютно нормально. Входящий стандартный звонок в среднем длится от трех до пяти минут. Для общестатистического среднего бизнеса. В любом случае желательно говорить не больше, чем клиент, а значит, все-таки задавать ему вопросы, постараться сделать так, чтобы он был не против ваших вопросов и ответил на них. Хотя бы 50 на 50. И еще. В случае со входящими звонками все достаточно просто. Всегда следует начинать разговор с представления себя и компании. Затем выслушать клиента и завершить диалог обязательно благодарностью за звонок, что редко делают в компаниях. Об исходящих звонках нужно знать немного больше. Если мы говорим о холодном звонке, то, о чем я говорю, и то, как я с людьми занимаюсь, и то, что многие повторяют и делают, то очень важно подготовиться к звонку. То есть узнать информацию как максимум, как зовут человека, и про компанию. И начинать с информации о них, а не о себе. Большинство людей, звоня куда-то, делают следующим образом. Здравствуйте, меня зовут Евгений Жигилий, компания Мастер Звонка. Я вам позвонил, потому что мы очень круто занимаемся тренингами, развитием, обучением, коучингом. У нас самые крутые тренеры, у нас раз, и вот пошло. Людям нету дела до этого. Если бы мне позвонили, сказали, Евгений, мы прочитали вашу книгу, мы были у вас на тренинге. Вы то, вы это, вы это. Я как минимум выслушаю этого человека до конца. Телефонный звонок. Логично предположить, что главным инструментом общения в этом случае является не что иное, как голос и интонация. И научиться им пользоваться – ваша прямая обязанность. Это важнее, чем в каком-то смысле все остальное. Потому что, когда просто людям говорят, что голос, интонация, все такое важно очень, на словах это непонятно. Это нужно пережить, нужно потренировать. Когда вы говорите искренне, и когда вы на самом деле позитивны, в нормальном смысле этого слова, вы однозначно звучите по-другому. Однозначно. Если вас взять и записать на диктофон в двух вариантах. Просто абы как. И вот когда у вас хорошее настроение, и когда вы говорите искренне, не врете. Вы будете звучать по-разному, и воспримут вас люди по-разному. И тут помогут тренировки. Специалист советует записывать себя на диктофон и прослушивать. Если вы достаточно самокритичны, вы сразу услышите, над чем необходимо работать. Это что касается голоса и интонации. Но в телефонном разговоре еще важно не допускать ключевых ошибок. Самое ключевое, что люди говорят о себе. Второе ключевое, что люди вообще не спрашивают о тех людях, с кем общаются, неважно какой звонок. Третья ошибка, что люди боятся делать закрытие. И не делают его. То есть говорил, 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 и потом, ну вот. Большинство людей после этого говорят, ну да, спасибо, прикольно, мы подумаем. Закрытие разговора означает, что завершить его следует на такой нотке, которая ставит приятное впечатление о вас и вашей компании, и клиент будет заинтригован и расположен к дальнейшему общению. Это совершенно не означает дожатие, когда вы оказываете давление на клиента, вынуждая его приобрести товар или услугу. Я не сторонник дожимать клиента, я сторонник делать честные закрытия, я сторонник технологии, которую я называю из технологии изобилия. Очень многие люди богатые, в том числе из тех, кого я знаю в Молдове, они так живут и так работают. Изобилие, когда я хочу работать с вами, но не нуждаюсь в вас. Я делаю все для того, чтобы вы работали со мной, купили у меня, общались со мной, но если вы мне говорите нет, я готов принять ваш отказ и ничего дальше не делать. Не сразу, конечно, я проверю, в чем вопрос, но попробую узнать причину. Но если вы мне дважды, трижды скажете все, нет, спасибо, я поживу вам руку и с полным уважением к вам оставлю вас в покое, но дверь останется открытой. Подход в продажах посредством телефонного звонка имеет массу преимуществ. О них мы рассказали в начале сюжета. Используйте грамотно этот инструмент. Тогда, не выходя из офиса, вы сможете заключить самую важную сделку в своей жизни. Евгений Жигилий убежден. Есть некоторые правила общения, которые помогают сделать телефонный звонок более простым, конструктивным, легким для понимания и эффективным. 14 правил, которые выделил специалист, полезны и в повседневной жизни. Среди них правила приветствия, правила присоединения к клиенту, его перехвата, имени и правила паузы. Среди правил общения Жигилий еще выделил правила обхода цены, правила скидки, наличия, правила, если не секрет, это чтобы узнать о клиенте и нужное правило ожидания. Ну и, наконец, последние четыре условия. Необходимость уточнения, активного слушания, а также правила дальнейших шагов и причины и право на альтернативу. Все это есть в книге специалиста. Это инструменты коммуникации. И когда вы их освоите и отработаете, ваше общение в любой сфере жизни изменится раз и навсегда. От спонтанной беседы до содержательного и эффективного разговора. Помните, искусство вести телефонный разговор – не менее важный элемент любого бизнеса. Вследствие финансового кризиса многие, прежде благополучные предприятия, останавливают производство, сокращают работников и распродают активы. Но для ряда сфер кризис оказался настоящим клондайком. Ведь во все времена существуют рынки, способные удержать, а чаще и увеличить число своих клиентов. Давайте попробуем разобраться, что это за виды деятельности. Итак, бизнес в кризис. Смотрим. Для начала об островках благополучия. Их можно разделить на пять основных групп. Это отрасли с растущим государственным заказом, сектора, которые зависят от массы свободной наличности на руках у населения и, соответственно, развиваются по мере ее роста. Услуги по взысканию долгов. Антикризисные корпоративные услуги, способствующие снижению затрат. А также потребительские рынки с низкой чувствительностью к колебаниям спроса. Для частных вкладчиков, которые потеряли надежду на рост акций и разуверились в надежности банковских депозитов, многие из этих сфер могут оказаться вполне привлекательной инвестиционной идеей. Итак, коллекторство. Специалисты полагают, что наибольшую выгоду от финансового кризиса получили поставщики услуг по сбору долгов. Это коллекторы и юридические фирмы, специализирующиеся на взыскании недоимок. Неудивительно, неплатежи растут, как снежный комп. Принято считать, что именно кризис и породил новую услугу коллекторство. На реальный сектор уже накатился вал неплатежей. Розничные сети не платят производителям и дистрибуторам, застройщикам, субподрядчикам и поставщикам стройматериалов. А машиностроители – лизинговым компаниям. Следующий бизнес. Случился кризис или нет, люди не перестанут есть и болеть. Продовольствие и лекарства – это товары, малочувствительные к колебаниям доходов и спроса. Поэтому компании, работающие на этих рынках, сохраняют инвестиционную привлекательность даже в условиях финансового спада. Но из-за высокой капиталоемкости фармацевтической отрасли частному инвестору средней руки купить фармацевтический завод вряд ли будет по карману. Тем временем у него масса возможностей в сельском хозяйстве. Можно приобрести птицефабрику, перепелиное хозяйство или ферму по разведению кроликов, советуют аналитики. Площадка для продажи. Во время кризиса многие вещи становятся не столь необходимыми, такие как второй или третий телевизор в доме, дорогой автомобиль и даже вещи детской игрушки. Потому заниматься их продажей становится все труднее, да и действовать приходится гораздо быстрее. Так вот, идея бизнеса состоит в том, чтобы профессионально заниматься поиском покупателей этих товаров через интернет, газеты или рынки, взимая определенный процент от продажи. Следующее предложение. Альтернативные источники энергии и все, что помогает экономить, тоже в цене во время кризиса. В случае, когда расходы превышают доходы, многие задумываются, как сократить траты, если заработки увеличить не получается. В нашей стране, несмотря на любовь к роскоши, тоже начинают экономить. Хорошим бизнесом может быть продажа или сдача в аренду солнечных батарей для выработки электричества. Так как альтернативные источники энергии сейчас еще дорогие, можно их продавать в рассрочку или сдавать в аренду. Это даст возможность большему количеству людей воспользоваться вашим предложением. Не окажутся в затруднении в кризис и операторы фиксированной телефонной связи, сетевые энергокомпании, поставщики услуг, направленных на снижение затрат. Это кадровое агентство, занимающееся нормированием труда и оптимизации, а также аутсорсинговые компании. Юридические финансовые консультанты по сделкам слияний и поглощений тоже без работы не останутся. Кстати, для многих инвесторов сегодня масса возможностей по весьма разумной цене войти в хорошие динамичные компании, воспользовавшись их финансовыми трудностями. Такой тактикой руководствуются в частности инвестиционные фонды. Получается, что кризис подстегнул развитие многих рынков и ниш, а значит у инвестора по-прежнему нет недостатка в привлекательных инвестиционных идеях. Если же вы намерены распрощаться с нерентабельным бизнесом, не торопитесь отчаиваться и сетовать на невыносимые условия рынка. Перенаправьте свои ресурсы в другую нишу. В любом случае учитывайте спрос в связи с кризисом. Надеюсь, информация была полезной. В продолжении программы традиционная рубрика «Бизнес-ликбез». Попробуем разобраться, что означает термин «веримент». Прошу. Термин «веримент» французского происхождения и означает «поворачивание». Он используется в нескольких случаях. В экономическом словаре термин «веримент» трактуется как банковская операция. Перенесение суммы текущего счета одного лица на счет другого. В бухгалтерии термину дали свою интерпретацию. Это безналичный перевод денежных средств клиента банка с одного счета на счет другого. В этой сфере «веримент» используется при расчетах по договорам страхования и перестрахования. Коммерческое определение термина более обширное и полное. Это операция кредитных учреждений, которая заключается в ликвидации долговых отношений двух или нескольких лиц путем бухгалтерских перечислений суммы долга со счета должника на счет кредитора. Таким образом, возможно погашение взаимных расчетов без денежного перечисления. Банальное перечисление денег от родственников, работающих за границей, тоже является вериментом. Надеюсь, термин понятен и информация была полезной. Что может быть общего между профессионализмом, альтруизмом, настоящей дружбой и женской красотой? Ни за что не угадайте. Бизнес-проект, который всего лишь за пять лет принял масштабы мирового уровня. Это без преувеличения. Героини нашего следующего сюжета расскажут о том, как им удалось создать бизнес-проект на дизайне и архитектуре, сохранив при этом свою дружбу и развиваясь, должна сказать, очень быстрыми темпами. Просмотр будет приятным, уверена. Женская красота в сочетании с мастерством дизайнерской роскоши. Прошу. Редактор субтитров А.Семкин Они с завидным трепетом и преданностью говорят друг о друге и также о совместном проекте, который создали более пяти лет назад. Успех не был для них подарком судьбы. Виолетте и Надежде пришлось приложить немало усилий и времени. Мы работали до этого в журнале, который имел непосредственное отношение к дизайну. Ну, конечно, все было менее серьезно, то, чем занимаемся мы сейчас. За пять лет работы мы очень хорошо поняли, что мы можем и в чем мы сильны. И, естественно, когда мы уходили, то мы понимали, что мы не пойдем заниматься другим бизнесом и ставить какую-то промышленность или что-то еще. Мы могли заниматься тем, чем мы умели заниматься и понимали, что у нас есть потенциал этим заниматься еще лучше. Конечно же, за этим последовало уже конкретные шаги. Это бизнес-план, это как мы видим будущее, это планы урагана, как это все будет. Потому что я вас не скрою, когда мы бизнес открывали, у нас отдельного кошелька с каким-то вкладом, либо мы очень уважаем своих мужей, но они тоже смотрели на нас со стороны, как мы это делаем и как мы развиваемся. Поэтому сегодня с гордостью могу сказать, что и бизнес-планы, и желания привезли нас туда, где мы находимся сегодня. Им действительно есть чем гордиться. В 2009-м был создан журнал «Дизайн архитектуры и стиль». Спустя год первое издание книги «Дас Директори» – своего рода презентация лучших дизайнеров и архитекторов Молдовы. В 2011-м издан первый журнал «Дас Интериорс», включающий работы лучших дизайнеров как мирового масштаба, так и отечественного. Тогда же была проведена первая в Молдове выставка международного масштаба. Журналы, каталоги, брошюры – в этой области в Молдове такими достижениями не может похвастать никто. Мы считаем нашими победами создание такого проекта, как книга «Дас Директори» и дизайнера-архитектора Молдовы. Когда спустя 10-20 лет кто-то сможет увидеть, что было в этой стране. И кто был архитектором, не по книгам, потому что их нет, а именно пойти в библиотеку и взять книгу дизайнера-архитектора Молдовы за 2010-2011 год и так далее. Потому что аналогов нет. И это единственное доказательство тому, что здесь вообще творилось и было. Мы считаем своей заслугой первую, пока единственную красивую выставку в этой стране – это «Дас Интериор Шоу». Потому что этого не делали до нас. Что будет дальше, дай бог. Мы считаем своими заслугами первую премию в области дизайна и архитектуры в этой стране. Наших дизайнеров-архитекторов никто никогда никакими статуэтками не награждал. Между партнерами Надежды и Виолетты существует некое разделение по занятости. Как шутят в коллективе компаний, Виолетта – это Министерство культуры, Надежда – финансов. Поэтому с вопросами о цифрах мы обратились к Надежде. Со стартового капитала, такового, как говорю, отдельный кошелек, который мы взяли, достали и посмотрели друг на друга и сказали, мы это можем сделать, такого не было. Большое желание и больше ничего, в буквальном смысле слова. Но так получилось, что как-то вот благодаря супругу он уезжал из одного офиса, и мы решили с Виолеттой в него заехать. Клиенты, которые хотели с нами работать, потому что опыт у нас до этого был тоже в этой сфере, как-то сказали, что у вас все получится. И вот по таким накатанным комам оно у нас пошло, 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 и мы приносим большую благодарность абсолютно каждому клиенту, которые на момент, когда еще журнал не вышел, они, понимая то, что у нас очень большие растраты, поддержали нас и авансом рассчитались с нами. Для нас это было очень важно. Они четко понимали, чего хотят, но возможности воплотить не было. Координаты дизайнеров и архитекторов собирали по крупицам. Сегодня Виолетта и Надежда – обладатели самой огромной базы специалистов в этой области, а вместе с тем – самые авторитетные критики. Но бизнес ли это? Или удовольствие? Когда мы первый раз организовали выставку «Дас Интериор Шоу», люди заходили на выставку, и у них в буквальном смысле этого слова открывались рты. Да, то есть они были ошарашены. Но наши коллеги, понимая, увидев это первый год, второй год, третий год, видя эти центральные зоны, как мы на них тратимся, и это видно невооруженным взглядом, задавали нам вопрос, девочки, а вы что-то зарабатываете? Понятно, что любой бизнес, любой нормальный человек понимает, что он выходит из дому, он выходит ради чего-то. Но я считаю, что и во мне, и в Виолетте есть очень много альтруизма. Хоть и на чистом альтруизме строится партнерство, среди целей работы над проектом, перечисленных девушками, я не услышала, чтобы заработать. Оставить что-то после себя, помочь найти потребителю-специалиста и наоборот, и в то же время привить вкус. Нам хочется как-то влиять на менталитет нашего народа. Это болезненно, это болезненный вопрос, и, наверное, поскольку мы часто с дизайнерами, архитекторами общаемся, мы их знаем, мы видим их труд и потенциал, то нам, наверное, от этого еще больнее и тяжелее, потому что когда ты видишь здание, которое в 3D создал архитектор, ты видишь, что он выигрывает на каких-то международных конкурсах, а завтра он отдает проект дома, который далеко не презентабельно выглядит, и пытается спрятать свое имя, от этого больно. И, конечно, хотелось бы влияние на массы. Удается? Частично. На сегодняшний день над проектом работают 10 штатных сотрудников компании. По необходимости привлекают и фрилансеров. Объем работы большой, ведь эксклюзивные проекты не ограничиваются отечественными. География куда шире. И если вначале мы писали «Hello, we are from Moldova», и нам говорили «Ok, who are you?», да, с такими… Но мы сделали очень умный шаг. При выходе журнала, с их, соответственно, вышедшего материала, мы им отослали журналы, то есть экземпляр в таком виде уже. И, конечно же, после этого прям писали нам письма. «Вы знаете, да, we have a new project. Мы хотели бы вы его разместить, и сейчас мы выбираем». Бывает такое даже, что Виолетта говорит, «Ты знаешь, Надя, не знаю. Тот-то написал, та-то написала. Давай выберем вот сейчас самых таких». То есть мы уже можем себе это позволить, и это очень радует. У вас так же, как и у меня, возник вопрос, как уживаются и сотрудничают эти две красивые, амбициозные девушки? Я получила неожиданный ответ. Это не партнерство в обычном понимании в бизнесе. Мы вдвоем. Мы дружим. Мы дружим, по-моему, с лет 17. Это уже очень много лет. Нам было тяжело решаться на это. Нам со всех сторон говорили о том, что такого не бывает и быть не может. То, что в один день этот мыльный пузырь сдуется. То, что начинаются интриги. Мы не ощутили этого. Мы вместе ведем бизнес 7 лет, не считая многолетней дружбы. Я у Виолетты научилась одному очень, на мой взгляд, достойному качеству. Потому что, работая с клиентами, я всегда прихожу к такому качеству, как дипломатия. Но к моему опыту я поняла, что оно не всегда стопроцентно уместно. И откровение друг с другом – это, пожалуй, конек успешного бизнеса. Нам друг без друга этот бизнес не нужен. Молодые, красивые, интересные. На вопрос, как удается совмещать личную жизнь с бизнесом, Виолетта ответила без раздумий. Это заслуга только наших мужей. Только. Это они нам позволяют это делать, и больше никто. Вот я уверена, что если бы не Юра, Надин, супруг, и Андрей, мой супруг, я уверена, что не было бы всего того, что у нас сегодня. Потому что все моральная поддержка, желание понять, почему сегодня дома вечером нет ужина, почему он должен забирать ребенка с садика. Это при том, что у них, у обоих свои бизнесы, свои большие штаты сотрудников. Они все равно это позволяют нам делать. Поэтому я считаю, что помимо нашего с Надей трудолюбия, нашего хорошего коллектива, я их делаю фаворитами этих побед. Заработать только на тираже невозможно, утверждают партнеры. Трехтысячный тираж, из которого лишь 30% выставляют на продажу. Остальные экземпляры попадают напрямую к участникам, клиентам и партнерам. Реклама – основной поставщик доходов. Ее доля в издании «ДАС» около 60%. Как бы то ни было, бизнес «Виолеттой надежды» процветает, и все больше новых проектов рождаются вокруг уже знакомого многим бренда «ДАС». Исключение из правил, когда друзья создают совместный бизнес. Успешный бизнес. Но не существует четких норм и рекомендаций по ведению предпринимательской деятельности. Не существует запретов. В случае «Виолетты» и «Надежды» их трепетные отношения лишь помогают развивать проект. Не руководствуйтесь стереотипами, не останавливайтесь на полпути и вдохновляйтесь такими героями. Хрупкими, слабыми, но безумно сильными духом и благородством. Это была программа «Хочу стать миллионером». Увидимся через неделю на МБС. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»!